Гаджеты бабушек и дедушек Здравствуйте, наши маленькие читатели! Вас приветствует городская детская библиотека имени Евгения Степановича Коковина. Сегодня мы совершим виртуальное путешествие в прошлое. Давным-давно, когда ваши бабушки и дедушки были маленькими, телевизоры были не у всех. Посмотреть мультфильмы дети могли лишь изредка, в гостях или в кинотеатре. Но зато во многих семьях дома были геофильмы. Возможно, даже у вас или у ваших бабушек и дедушек сохранились такие. Несмотря на то, что сегодняшняя жизнь наполнена всевозможными гаджетами, айфонами, планшетами, смарт-часами, Ваши близкие никогда не забудут ту чистую и искреннюю радость от цветной сказки, нарисованной лучом света на белом экране. Восторг от просмотра диафильма навсегда останется в сердце. А что же такое диафильм? Это не мультфильм, не комикс и даже не просто иллюстрация. Диафильм – это пленка, на которую нанесены картинки с текстом. Диафильмы стали выпускать в нашей стране в 30-е годы 20-го века, а особенно популярны они стали в 50-е и 60-е. Часто рисованные фильмы люди называли кадриками. Их выпускала студия «Диафильм», основанная в Москве в 1930 году. Она выпускала сначала черно-белые, а затем и цветные диафильмы. В студии работали в качестве авторов и консультантов многие известные писатели – Корней Чуковский, Самуил Маршак, Сергей Михалков и другие. В создании диафильмов принимали участие известные художники. Творческая группа «Кукры Никсы», куда входили Михаил Куприянов, Порфирий Крылов и Николай Соколов. Рисовал картинки для диафильмов и сказочник-художник Владимир Сутеев, а также другие знаменитые иллюстраторы. Жестяные и пластмассовые баночки с пленками покупали в книжных и канцелярских магазинах. А потом люди обменивались друг с другом диафильмами. В Советском Союзе диафильмов выпускали очень много, но каждой семье хотелось иметь их еще больше. И часто советские граждане собирали у себя дома целые коллекции таких кадриков. Если еще раз вернуться к самому понятию диафильм, то это не просто история, рассказанная при помощи текста и изображения, разделенного на кадры. Это еще и особенная техника представления истории зрителю, при которой каждый кадр можно рассматривать по отдельности. А сейчас мы попробуем отгадать литературное произведение по кадру из советского диафильма. Бабочка-красавица, кушайте варенье, или вам не нравится наше угощение? Корней Чуковский, муха-цокотуха. Вместо валенок перчатки натянул себе на пятки. Самуил Маршак, вот какой рассеянный. Два часа я горевала, книжек в руки не брала, ничего не рисовала, все сидела и ждала. Сергей Михалков, щенок Петух захлопал крыльями и закричал. Кукареку, больше ты ничего не умеешь говорить? Спросил щенок. Нет, только кукареку, ответил петух. Владимир Сутеев, кто сказал мяу? Видит озеро, а около него пасется стадо коз. Ах, сестрица, я напьюсь! Не пей, братец, козленочком станешь. Русская народная сказка Сестрица Алёнушка и братец Иванушка. Мать любила её без памяти, а бабушка ещё больше. Шарль Перо, красная шапочка. Но молодая утка не бросила последнее яйцо, и вскоре оно треснуло. Раздалось пи-и-и, и из него вывалился огромный безобразный птенец. Вот так верзила, крякнула утка, и ничуть не похож на остальных. Неужели это индюшонок? Ганс Христиан Андерсон. Гадкий утёнок. Молодцы! Друзья, а чтобы посмотреть диафильм, нужен был волшебный фонарь. Фильмоскоп. Это аппарат, состоящий из корпуса со специальным отверстием, куда помещается плёнка, а также объектив с линзами. Когда фильмоскоп включали в электросеть, внутри корпуса загоралась лампочка. Яркий луч проходил сквозь плёнку и ряд увеличительных стёкол, высвечивая на белом экране историю в картинках. Правда, нарисованные картинки не двигались, а текст читали вслух. Кино! Самое настоящее! Да ещё в родном доме! Чудеса! Можно было останавливать кадры и рассматривать подробности каждой картинки. Давайте послушаем небольшую семейную историю Николая Зайкова, опубликованную в журнале «Чудеса и приключения детям». Номер 4 за 2022 год. Автор делится своими детскими воспоминаниями о первом появлении в его семье фильмоскопа и диафильма. Стояла мартовская оттепель. Я смотрел в окно и ждал возвращения отца с работы. Мама с бабулей на кухне гренели посудой. И всё же я пропустил приход отца. Хлопнула дверь и со светлой улыбкой Деда Мороза появился отец. В руках он держал округлый деревянный футляр, какие бывали у швейных машинок, только раза в два меньше. «Вот, кинотеатр купил», сказал он и поставил вещь на стол. «Домашний». «Сильмоскоп!» «Вот что это было!» «Мы с братьями однажды видели где-то один хилый аппаратик, который владельцы называли Танчиком. Но никому из нас и в голову не приходило просить родителей купить собственный аппарат. Дорого! Да и где его купишь?» «А тут вот он!» Из кармана отец вынул три баночки, в каких порой хранят лекарства. Наклейки на баночках сообщали, что в них не таблетки, а диафильмы. В первой баночке хранился фильм по басням Крылова, во второй – старик Хатабыч, третий фильм рассказывал о музее. Семья забыла, кто чем занимался. На стенку прикнопили простыню, окна завесили одеялами. Старший брат нетерпеливо сунул вилку в розетку, нажал рычажок, аппарат легко загудел, вспыхнула лампочка. Братишка вставил пленку в барабанчик. Семья устремила взоры на простыню. Даже бабушка пришла из кухни. Мать с отцом, обнявшись, стояли за нашими спинами. Мы, четверо мальчишек, затаили дыхание. Друзья, думаю, вы можете себе представить, как вся семья дружно собирается вместе, гасится свет, на стене появляется картинка и кто-нибудь начинает читать вслух. Поворачивается колесико, появляется следующий кадр и герой сказки оживает. Это ни с чем нельзя сравнить. Неудивительно, что дети 20 века так любили смотреть диафильмы. И настолько людям полюбился этот вид искусства, что даже сейчас, когда есть полнометражные звуковые фильмы и анимационные мультфильмы, диафильмы не забыты. А теперь мы с вами посмотрим один из них. Рувин Фраерман Непоседа День совершенно золотой стоял над созревшими травами, над простой травой муравой, над клевером, над ромашками. Все они уже поспели, пришла пора косить. Собрались управление колхозницы с граблями, стали ждать бригадира. Только он что-то замешкался у дальнего конца деревни и не шел. Но зато пришла девочка Нюшка и грабли с собой принесла. Вот тебе и раз, сказала мать Нюшки. Ты зачем так рано встала? Теперь всем надо работать, сказала Нюшка. Сама вчера говорила, не хочу спать, хочу с тобой сено граблить, колхозу помогать. Мать сначала рассмеялась, а потом стала отнимать у Нюшки грабли. Нельзя тебе, ты еще маленькая, гулять тебе надо. Вертелась Нюшка направо, вертелась налево, всюду женщины грабли у нее отнимают, смеются. Отдала Нюшка грабли и заплакала. Ну что же мне с тобой делать, сказала мать, сон тебя не берет. Придется тебя в детский сад отвезти, там с тобой живо управятся, а ребятишки придут, играть с ними будешь. Пришли они в детский сад. Вышла к ним из калитки нянька и спрашивает, чего же это так рано Нюшку привели? А вот, сказала мать, не хочет у вас в саду оставаться, с нами на работу собирается. А я тебе грабли дам, сказала нянька и погладила Нюшку по голове. Услышав про грабли, Нюшка решила остаться. А мать ушла, побежала к колхозницам. Раньше Нюшка в сад приходила, когда уже дети там были, а сейчас одна остановилась посреди двора. Вдруг зашумело что-то над головой Нюшки, словно закипела в большом чагуне вода. Нюшка испугалась, посмотрела вверх и увидела, что это ветла шумит. Послушала она, как шумит ветла, посмотрела на ее серебряные листья и вспомнила, лежит у нее в кармане такая же красивая серебряная бумажка. Нюшка вынула ее, и положила на стол. Но хорошенько рассмотреть так и не успела. Пришли в сад и другие дети. Нянька собрала их всех и усадила за столы. «Значит, скоро кормить будут», подумала Нюшка. Она уж это знала. В это время подошел к ней мальчик и «Хвать бумажку со стола!» «Уводьте ее и раз», подумала Нюшка и вспомнила слова матери. «Тут со мной живо управиться, надо смотреть получше». «Как треснуть сейчас, ты и рассыплешься», сказала она мальчику. А мальчик испугался, бросил бумажку и залопотал. «Два года, два года!» Что это значило, нянька не знала. Зато Нюшка отлично поняла. Это значило, что ему только два года и обижать его еще нельзя. А Нюшке шел уже пятый, и поэтому она сказала, «Ну что мне с тобой делать? Ладно уж, бери. Есть на ветле листья тоже серебряные, но ты маленький, тебе не достать». В это время вошла в сад кухарка с большой кастрюлей в руках. Принесли кашу с ягодами. Нюшке досталась полная тарелка каши и ягод порядочно. Нюшка не могла их сосчитать, однако съела все и еще попросила. Дали Нюшке еще. Она ее это съела и сказала няньке, «Что же ты мне грабли не несешь? Все равно песен петь не буду». Нянька рассмеялась и принесла Нюшке грабли. Грабли были маленькие, Нюшке как раз по руке. Она обошла весь сад кругом, поискала сено за домом, но сено не нашла. Тогда Нюшка поскребла землю и выскребла несколько щепок, а сена все равно не было. «Вот возьму и убегу», подумала Нюшка и огляделась. Дети и нянька все стояли на дорожке и пели. «А мы в гости к вам пришли, мы вам что-то принесли». «Чего они уж там принесли», подумала Нюшка. И стала искать, нет ли в заборе дыры. Очень скоро нашла она под забором лаз, но лаз был небольшой и она не могла в него сразу пролезть. Что было делать? Тогда Нюшка легла на землю, просунула в дыру сначала голову, потом и сама проползла и даже грабли с собой протащила. Грабли ей все-таки могли пригодиться. Затем она встала на ноги и пошла по огороду между грядок. Грядки были высокие, росли на них помидоры и Нюшки не было видно. Нюшка пошла по песку до берега ручья и остановилась. Луга лежали прямо перед ней, ясные, с гусиной травой-муравой. Небо казалось с Нюшки не одинаковым, над головой высокое, а посмотришь подальше, не очень, а еще дальше посмотришь, падает оно прямо на траву. Поглядела Нюшка и видит совсем это близко. И так захотелось ей до этого места дойти, достать граблями до неба, что подоткнула она свое платье повыше и вошла в ручей. А вода в ручье холодная, камни сквозь нее видны, на камнях мох качается. Но Нюшке ничего не страшно, идет она по воде и только одного боится, как бы ее рыбы не покусали. Перешла она ручей и побежала в припрыжку, а потом пошла тише, стала по бокам ее высокая трава. Сначала к ней оса пристала, гудит ей в уши, кружится вокруг головы. Осу Нюшка живо отогнала граблями. Потом привязались к ней две ласточки. То спереди пролетят, то сзади. Что им нужно от Нюшки? Она их вовсе не трогает. Идет себе на работу к тому недалекому месту, где сходится небо с землей. Захотелось Нюшке все-таки узнать, много ли еще осталось идти. Влезла она на пригорок и видит, до неба еще далеко, а до мамки близко. Нюшка сбежала с пригорка и пошла к женщинам, потому знала все-таки там ее место. Даже грабли сняла с плеча и приготовилась уже скрипать сено. Но только вышла из травы на скошенный ряд, как тут ее все и увидели. «Глянь-ка, Груня!» сокричали колхозницы. «Пришла твоя непоседа!» Экая с ней наказание, на помощь собралась. Не боялась Нюшка в дороге ни ветра, ни рыб, ни ласточек, а сейчас испугалась, как бы не заругалась мамка. И вспомнив мальчика, который отнял у нее красивую бумажку. Она тоже закричала «Четыре года! Четыре года!» Никто ее не мог понять, а мать поняла отлично. «Не четыре года, а пятый уж тебе будет! Не поседа ты этакая!» сказала она. «Что мне с тобой делать?» «Ладно уж, не обижу!» «Становись на работу рядом!» С декабря 2015 года в Каковинке регулярно проходят просмотры диафильмов, где мальчики и девочки не просто смотрят картинки и читают сказки. Они учатся выразительному чтению, выбирают нужную интонацию, ставят паузы, знакомятся с лучшими образцами русской и зарубежной литературы. После прочтения и просмотра диафильма детей ждет приятный сюрприз, увлекательная игровая программа или творческий мастер-класс. Приглашаем всех желающих вместе с нами отправиться в удивительное путешествие в страну диафильмию. Ждем вас в библиотеке каждое воскресенье в 15.00. Редактор субтитров А.Семкин